Привет всем! Вы смотрите 12 выпуск моих находок. Показывать все что нашел не буду, чтобы займет много времени. Только часть покажу. Начнем пожалуй с этого. 2 метра 43-101. Не проверял пока. Не знаю, лежал он вот в таком кутляре от него. Такой прибор C43-13 и еще C43-41. Но еще можно проверять транзисторы, но правда здесь нету задней крышки. Батарейка к нему. Есть, не знаю. Потом проверю, наверное проведу отдельно обзор специально по тестерам. Вот китайский щупы. Есть один, правда, сломанный. Будет ремонтировать. Вот такой светильник с цветонолузкой. У него нет стекла. Снаружи у него белое стекло. У нас есть такой угодный. Болгарка. Я тяжелая. Вроде бы как редуктор сломан. Канали посмотрю потом. Опа. Электродрель. Это шестеренки поломанные. Патроны на запчасти. Плата. Вот такой индикатор какой-то. Здесь видно. Стоят микросхемы E2. На входе это счетчики. И дешифраторы. И дешифраторы ED1. Но это десятичные. Здесь походу на диодах дешифраторы сделаны уже под семисегментные индикаторы. Некогда не знаю для чего это. Что это такое было. Вот это плата текстолитовая. Двухсторонняя. Новенькая. Дальше компрессор. Для аквариума. Звонок. Антенный разветвитель. Вот еще такая вещь. Непонятно что это. Оно похоже на солнечную батарейку. Но откуда она здесь у нас. Вот эти кто знает пожалуйста подскажите. Что это такое. Лечилка. Так. Индикатор. В плохом состоянии. Побитый. Но судя по всему годный. Не разбитый вакуум есть. Это EWL17-5. На нем не написано. Так знаю. Блок питания. Комеркоперегающий. Не знаю что его право сберегают. К сожалению дороже получается. Светодиодная лента. Вот ее сейчас протестируем. Дальше. Для этого воспользуюсь. Для этого воспользуюсь. 9В. Урок питания. Пробую закручить. Ох. Много рейд. Синяя. Водная. Дальше. Конесцентные лампы. Две. Вот это. Новая. Загнутая. ЛЕЦУ22. 22Вт мощность. И на 18Вт бушная. Вроде бы. Вводная. 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 Шинного. С одной стороны USB. И второй широкий шлейф. Asus. Новый почти. Так. Корпус от колонки. Ну, динамик тут уже ничего нету, но есть клеймники. Это пригодятся. Пультика от машинок. Перейдем к лампочке. Автомобильная ближний и дальний свет. Я не проверял, она так налегодная. Дальше еще одна в упаковке. Новая лампочка галогеновая. Фонарик светодиодный. Здесь нет крышечки отсека батареек. Они работают. Дальше два. Ну, не два, там у меня еще их полно. Но я тут хочу показать два реле электромагнитных. Так, все блоки питания. Это уже полно трансформаторы. Удлинители. Еще вот это, кажется, блок питания. Тут плюс-минус. Тяжелый трансформатор есть. Блок питания. Зарядники. АМТ. Зарядник целый со шнуром. И еще один. Разобранный. Нет корпуса сломан. Трансформатор силовой. По-моему, на 6 вольт. Дальше еще блок питания. 5 вольт. 200 миллиампер. Так, еще один адаптер. 9 вольт. 650 миллиампер. Еще блок питания. 6 вольт. 850 миллиампер. Так. Вот такой. Регулируемый. 3-4,5-6 вольт. 850 миллиампер. 9-12. Вот такие вот. Применялись на эфирные антенны. Регулируется тоже напряжение. У этого блока. Дальше нагрузочная вилка. Это для проверки аккумуляторов. Вот еще. Две штуки. Вот таких. Ну, вроде бы это часы электронные. Потом попробую включить. Может быть, на специальное видео. Упаковки с предохранителями. Ну, здесь новые предохранители. Ну, сколько. Так, коробочка. Вот такая попалась мне. Здесь новые микросхемы. Прям в упаковке есть. Микросхемы серии А155. ЛА2. Микросхемы дальше. Здесь 176 серии. ЛЕ5. Хорошие. Все микросхемы. Все ЛЕ5. Все новые, непаяные. О, сколько и здесь. Штук 30, наверное. Вот еще новая микросхема серии. КМ-155 и Д2. Новенькая. Это семисегментный дешифратор. Новая микросхема серия. Хороший блок питания. Вроде бы, как я понял, это лабораторный блок питания. Пока не проверял ничего. Только немножко протер. Напряжение 250 есть. Стоянка 36. Переменка 27. Переменка 6,3. И стабилизированное напряжение. Непонятно, сколько. Ну, вот так на вид. Вообще в отличном состоянии. Потом проверю. И вот такой блок питания. 12 вольт стабилизированный. Пока не проверял. Не знаю, годный, негодный. Корпус в отличном состоянии. Тяжелый. Хороший. Ну, наверное, буду в этот корпус ставить усилок. Вот так, наверное, я его применю. Хотя и блок питания 12 вольтовый не помешает. Ну, все вольт нужнее. Пока все, о чем хотел рассказать. Всем спасибо за внимание. Потрясожал, г Вовди, Покверт.